Всем привет! Я рада видеть вас на своем канале о женской красоте. В этом видео вы узнаете о контрастном душе от целлюлита. Буду благодарна вам, если вы досмотрите видео до конца. Если оно будет для вас полезно, то ставьте лайки, делитесь видео с подругами и подписывайтесь на мой канал. Контрастный душ – одно из многих средств комплексной борьбы с целлюлитом. Для большинства женщин контрастный душ сложный и поначалу малоприятный процесс. Холодная вода, резко сменяя горячую, вызывает озноб и покалывание. Но если перетерпеть эти непривычные ощущения в течение 2-3 недель, организм адаптируется. Появятся ощутимые оздоровительные эффекты и стимул продолжать. Действительно ли контрастный душ может помочь? Контрастный душ, как и любое другое средство от целлюлита, не может быть эффективен сам по себе. В сочетании с другими методами борьбы с лишним жиром он дает результат в 9 случаях из 10, а применяемый отдельно – только в двух случаях. Чтобы увидеть результат, составьте антицеллюлитную программу, в которую помимо контрастного душа будут входить ежедневные занятия спортом и по возможности бег, правильное питание, основу которого составляют белки и клетчатка, обертывания и массажи, скрабы и маски. Как душ влияет на целлюлит? Контрастный душ – своеобразная гимнастика для иммунитета и поддержания общего тонуса. Принцип его действия прост. Чередование горячей и холодной воды вызывает расширение и сужение сосудов. Благодаря этому ускоряются все обменные процессы в организме. Упругие струи воды мягко массируют тело, создавая легкое давление на кожу и подкожную мускулатуру. Жировые клетки от такого воздействия постепенно разрушаются и выводятся из организма гораздо быстрее, а роговевший верхний слой кожи легко отслаивается во время массажа губкой. Благодаря этому кожа обновляется быстрее, а процессы старения замедляются. Если вы устали искать способ, как наконец-то избавиться от целлюлита, перепробовали всевозможные способы, то слушайте внимательно. Есть средства, которые помогают быстро избавиться от целлюлита, придать уставшей коже тонус и иметь просто гладкую кожу. Подробный отзыв об этом средстве читайте в статье по ссылке в описании под видео. Как правильно принимать контрастный душ? Желательно принимать контрастный душ до завтрака, сразу после утренней разминки. Если вы принимаете душ после еды, подождите час-полтора. Усилить эффект от перепада температур поможет жесткая мочалка или антицеллюлитный массажер. Им нужно обрабатывать только проблемные зоны, плавно, но сильно нажимая на кожу. Движения должны быть отрывистыми, не дергайте и не щипайте кожу, иначе вы спровоцируете появление растяжек. Если вы пользуетесь акриловой мочалкой, растирайтесь ей до легкого покраснения. Не используйте жесткую мочалку для зон подмышек и внутренней стороны бедер. Кожа на этих участках слишком нежная. Начните с теплой воды. Медленно повышайте температуру, пока вода не станет такой горячей, что вы едва сможете терпеть. Ориентируйтесь на свои ощущения, чтобы понять свой предел. Самомассаж начинайте делать, когда тело согреется, но вода еще не стала слишком горячей. Дождавшись максимальной температуры, на это потребуется 1-2 минуты, резко включите прохладную воду. Стоять под холодной водой можно не дольше 30 секунд. Если вам стало слишком холодно спустя 10-15 секунд, не терпите и включайте теплую воду. Не допускайте переохлаждения, иначе вместо лечебного эффекта вы получите простуду. Первые 2-4 процедуры разница температур должна быть небольшой, максимум 10 градусов. Длительность первого душа – 1 цикл переключения горячей и холодной воды. В течение месяца увеличивайте его до 5 циклов, в идеале доведите до 10. Помните, что процедура должна заканчиваться холодной водой, чтобы перед выходом из душа поры кожи закрылись, а сосуды вернулись к нормальному состоянию. После душа вытирайтесь жестким полотенцем, на сухую кожу нанесите антицеллюлитный крем. Противопоказания. От контрастного душа нужно воздержаться, если у вас гипертония любой степени. Есть какое-либо заболевание сердечно-сосудистой системы. Имеются тромбы. Повышенный уровень холестерина. Проходят дни менструального цикла. При беременности большинство антицеллюлитных процедур применять нельзя, но к контрастному душу это не относится. Вы можете принимать контрастный душ даже на последнем триместре. Он помогает предупредить появление отеков и растяжек, благотворно сказывается на тонусе кожи. Меры предосторожности. Если во время душа вы почувствовали головокружение, нехватку воздуха, учащенное сердцебиение, вероятно, вы выбрали слишком высокую температуру воды и перегрелись. Прекратите процедуру, иначе вы рискуете потерять сознание. Прежде чем выйти из душа, выключите воду и немного постойте, не вытираясь. После душа выпейте чуть теплого, не горячего чая или воды, чтобы восстановить водный баланс. В следующий раз повышайте температуру воды медленнее и прислушивайтесь к своим ощущениям. Если видео было полезным для вас, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Также не забывайте читать комментарии под видео.